Здравствуйте, я Анастасия Ландратова, в эфире программа «Судья разъясняет». Сегодня мы поговорим о проблемах современного общества наркотиков и практике рассмотрения уголовного дела данной категории в суде. На наш вопрос ответит председатель Олексинского городского суда Тульской области Роман Саблин. Здравствуйте, Роман Иванович. Здравствуйте. Каковы же масштабы распространения наркомании в современной России на сегодняшний день? Вы знаете, масштабы данного зла, не побоюсь этого слова, переоценить невозможно. Вот в частности, недавно была размещена информация в российской газете. Выступал депутат Государственной Думы, который этой проблематикой занимается. И по оценкам экспертов, от 4 до 5 миллионов в России сегодня наркоманов. Огромная, мне кажется, цифра. Конечно, нужно понимать, что основная масса из этих людей – это те люди, которые употребляют так называемые легкие наркотические средства. Но, тем не менее, когда мы об этом говорим, мы должны еще понимать и другое, что, как правило, наркоманы, которые употребляют внутривенно наркотические средства, так называемые тяжелые наркотики, они как раз-таки и начинали с так называемых легких наркотиков, таких как марихуана в данном случае. Поэтому масштабы, еще раз повторяю, переоценить сложно. Если говорить о судебной системе в Тульской области, то мы также вынуждены констатировать то обстоятельство, что, несмотря на то, что в 2012 году по сравнению с 2011 годом произошло незначительное снижение дел, которые были рассмотрены судами Тульской области, на 2,4%. Но, тем не менее, дела данной категории, связанные с незаконным оборотом наркотиков, составляют 14,47% от общего количества рассмотренных дел судами Тульской области. А как законодательство борется с этим злом? Какие санкции на наказание предусмотрены? Вы знаете, законодатель, нужно отметить, он тоже не дремлет, он создает все условия для того, чтобы правоохранительные органы, суды эффективно боролись с этим социальным злом. В частности, с 1 января 2013 года вступил в действие федеральный закон, которым были внесены изменения и дополнения в Уголовный кодекс Российской Федерации. Подробно описывать не буду, в чем состоит новелла, но скажу лишь, что произошло ужесточение санкций практически по всем категориям. И не только ужесточение произошло, но для примера скажу, что если раньше максимальный срок наказания, допустим, за сбыт наркотических средств в особо крупном размере был до 20 лет лишения свободы, то сейчас можно и пожизненное наказание даже назначать. Также, что немаловажно, необходимо отметить, что данный закон существенно расширил понятие, нормативную базу, которое ранее применялось в данной сфере, допустим. Если раньше, допустим, уголовная ответственность наступала только за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, то сейчас предусмотрена ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Под аналогами подразумеваются и те химические элементы, вещества, которые отслеживаются. У нас наркоконтроль занимается этими вещами, отслеживается и в дальнейшем постановления правительства регламентируют, что может относиться к той или иной категории наркотических средств, психотропных средств, аналогов. Очень сложное название, все в химических. Предполагается, что достаточно доступно можно приобрести в аптечных пунктах аналоги? По всей видимости, да. Насчет этого необходимо отметить, что если раньше мы говорили о незаконном обороте именно наркотических средств, и в основном это были средства натурального происхождения, либо это опиаты, то есть минимальный был размер так называемых синтетических наркотиков, то сейчас очень много стало появляться и все чаще и чаще говорят о наличии так называемых синтетических наркотиков. Это очень опасная вещь, потому что хотелось бы, чтобы люди, которые нас будут видеть, надеюсь, это и родители, чтобы они понимали, что если раньше или там те же молодые люди, которые там для себя хотят сделать определенный выбор в сторону употреблять, либо не употреблять наркотические средства, нужно понимать, что если раньше, когда речь шла об употреблении, так скажем, натурального происхождения наркотических средств, они могли подумать, что вот, я где-то один раз попробую, но ничего страшного не произойдет, потому что, ну действительно, привыкание, оно происходило только через несколько приемов наркотического средства, то сейчас нету такой альтернативы, потому что химия, она чем опасна? Привыкание происходит с первого раза практически, вот, и потом уже очень сложно вернуться к нормальной жизни, вот, поэтому хотелось бы предостеречь наших уважаемых телезрителей о том, что, ну, не нужно все-таки даже в принципе об этом думать и размышлять на эту тему. Ну, раз уж мы заговорили о родителях, то какова роль семьи и общества в данном случае? Ну, вы знаете, роль семьи и общества, в первую очередь семьи, в данном случае она велика, ее невозможно переоценить, потому что, ну, если в семье созданы нормальные условия для воспитания ребенка, это, потому что мы должны понимать, что основная масса лиц, имеющих наркотическую зависимость, это, как правило, молодые люди. Ну, также вот тревожную информацию в российской газете опубликовали, что вот в Хабаровском крае очень распространено данное зло среди школьников даже, там, 12-13 лет. Вот, то есть мы должны понимать, что это молодые люди в массе своей, зачастую даже и школьники, и мы должны еще с этим наряду понимать, что много, много, много из них никто долго не живет, вот, начиная с того момента, как он активно стал употреблять наркотические средства. Вот, поэтому основная масса молодые люди. Молодые люди – это вчерашние школьники, либо сегодняшние школьники, либо учащиеся в вузов, либо учащиеся в средних профессиональных образовательных учреждениях. Вот, и поэтому все они воспитываются в семьях, и все начинается воспитание в семье. Как это будет преподнесено? Насколько родители будут показывать свою заинтересованность в том, чтобы их ребенок понимал то, какие угрозы ему, у него в жизни могут быть, в том числе и со стороны наркотиков. Это очень немаловажный момент. Также, говоря о роли каких-то учебных образовательных учреждений, тоже необходимо понимать, что зачастую многие пристращаются к наркотикам как раз-таки в учебных учреждениях. И тут, конечно, со стороны администрации этих учреждений просто от учителей должна исходить инициатива в том, чтобы тоже разъяснить людям, в чем опасность наркотиков. Общество, оно также обладает мощными средствами воздействия в данном отношении. В частности, мы сегодня с вами собрались. Наверняка нас смотрят очень многие люди. Наверняка, я надеюсь, их эта тема заинтересует. Может быть, что-то они своим близким расскажут, своим детям. И в данном случае тоже нельзя переоценить роль общества. Ты же сказал, на весах, семья и общество. Да, да, потому что мы должны понимать, что семья – это очень мощный фактор воздействия на психику подрастающего поколения, на формирование характера. Но общество, оно обладает не менее мощными средствами. Это и средства массовой информации, это и какие-то общественные организации. Поэтому тут, конечно, все это очень сложно переоценить. Ну а как мотивируют вообще свои действия и желание употребить наркотики? В принципе, подростки, либо взять в конкретном случае подсудимое Олексинского городского суда? Ну вы знаете, специально таких вопросов не задают, ну вернее, задают, но, как правило, многие пожимают плечами и не знают, якобы, почему они этим стали заниматься. Ну, что такое наркотики? Наркотики – это ведь не то, что там, допустим, бутылку водки пошел, купил там. Наркотики – это, в общем-то, довольно-таки труднодоступный предмет, который можно достать. Поэтому, ну, кто как говорит, что кто-то где-то меня угостили, потом я стал таким, кто-то говорит, что мне плохо стало, там, что-то какие-то семейные неурядицы, там, или жизненные какие-то перипетии. Каждого свои моменты, вот, которые побуждают их. Но основная масса, и мы должны это четко понимать, что если кто-то говорит, что он стал употреблять наркотики, потому что ему в жизни плохо, ну, я, допустим, себе, это мое личное мнение, позволю себе с этим не согласиться, потому что, как я уже говорил, это, во-первых, зачастую дорогостоящие, дорогостоящие предметы, вот, и которые еще нужно там найти где-то. Вот, ну, наверное, с такими раскладами начинают употреблять, ну, как минимум, не от плохой жизни. Вот, единственное, что общее во всех этих моментах, что те лица, которые целенаправленно встали на путь пристрастия к наркотическим средствам, они, как правило, все оказываются на кладбище. Это один общий момент, который их всех связывает, и второй общий момент, это то, что все, практически без исключения лица, которые решили там на эту стезю вступить жизненную, они приносят боль не только себе, вот. Но, в первую очередь, они приносят боль своим родным, близким и вообще всем людям, которых они окружают. Да, потому что для общества это тоже очень такой отрицательный момент, потому что мы должны понимать, что основная масса ВИЧ-инфицированных, основная масса людей, которые имеют заболевание гепатит всевозможных видов, это те лица, которые употребляют наркотические средства внутривенно. Поэтому тут, как бы, все это рано или поздно начинает их связывать всех. Хотя мотивы, как я говорю, у каждого разные. Но в любом случае, навряд ли, я думаю, что основная масса этих людей начинает употреблять наркотики для того, чтобы там... Ну, из-за того, что у них какие-то проблемы в жизни есть, в принципе. Ну, бывает такое, что заставляли, отвечают. А вы знаете, я вот с 94-го года в судебной системе работаю, я начинал с секретарем судебного заседания. То есть я и сам рассматривал очень много дел данной категории и принимал участие в качестве секретаря судебного заседания. И вот я на своей памяти ни одного не помню, чтобы кто-то вот просто сказал, а вы знаете, мне насильно, значит, этот шприц в вену там загнали. Или насильно мне, значит, сигарету с марихуаной кто-то в рот, значит, засунул. Ну, таких вот нету. Ну, давайте тогда сразу перейдем к общему, к более кузской теме, непосредственно касающихся Олексинского городского суда. Вот как складывается данная практика у вас в суде? Ну, практика у нас складывается, как я уже отметил, в целом по области наблюдается незначительное сокращение количества дел, которые в суды поступают на рассмотрение данной категории. Ну, Олексин, он не является исключением. Я вот могу привести данные за три года. Вот у нас в 2010 году было рассмотрено 21 дело данной категории, в 2011 году 19 дел, в 2012 году было рассмотрено 15 дел. Вот из общего массива можно говорить о том, что рассматриваем мы и дела, связанные с незаконным хранением наркотических средств, и в том числе мы также рассматриваем дела, связанные с незаконным сбытом наркотических средств. Вот, значит, говоря о практике назначения наказаний, естественно, суды, они обязаны выполнять те требования, которые изложены в законах, в частности, в уголовном кодексе, применительно к общим началам назначения наказания. Поэтому очень многие аспекты учитываются в ходе рассмотрения дела. То есть имеется в виду обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотренные статьей 61 уголовного кодекса, это и наличие детей. Там целый список. Вот, ну, хотелось бы особо отметить, что однозначно учитывается и однозначно гораздо меньшие сроки получают лица, которые соглашаются добровольно сотрудничать со следствием, которые признают свою вину, раскаиваются в содеянном. Вот, то есть все эти моменты мы учитываем, как и учитываем обстоятельства, отягчающие наказание. Значит, в целом, практика назначения наказания по Олексинскому суду, она выглядит так, что наказание за хранение наркотических средств, Ну, в данном случае речь идет о, скажем так, рядовых наркоманах. Вот, оно разнится. Это может быть и лишение свободы, это могут быть и штрафы, это могут быть и исправительные работы. Лишение свободы, как правило, дается лицам, которые уже имеют криминальный опыт. Вот, а таких, кстати, следует отметить, среди наркоманов очень и очень много. Значит, это, как правило, лица, которые не утруждают себя работой, а социальные элементы. Вот, но есть и те лица, да, употребляют тяжелые, так называемые, наркотики внутривенно. Значит, другие лица, которые, все-таки, они работают, учатся, социально, скажем так, они не дезориентированы. Ну, в отношении таких лиц назначается наказание из прав работы, в виде исправительных работ и в виде штрафа. Если мы начинаем говорить о тех лицах, которые привлекаются к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств, то картина совсем другая. У нас, вот, в Олексинском районе, и, насколько мне известно, практически в судах Тульской области, практически каждое лицо такое, оно признанное виновным. В отношении него назначается наказание в виде лишения свободы. В виде лишения свободы, и тут я являюсь сторонником назначения жестких сроков наказания. Вот, в частности, вот у нас интересное дело было рассмотрено, где 8 подсудимых являлись фигурантами. Значит, у каждого было по несколько эпизодов сбыта наркотических средств. Значит, и степень войны каждого тщательно была проанализирована, исследована. Дело, оно многотомное было, и рассматривалось оно практически год. Потому что большой объем работы необходимо было провести, это и допрос свидетелей. Ну, там, объем работы очень впечатляющий был проделан. Достаточно сказать, что там приговор, насколько я помню, больше, чем в том получился. И, значит, на основе всестороннего исследования доказательств назначили наказание от 5 до 18 лет, там, каждому фигуранту. Да, всем участникам, в зависимости, конечно, от того, у кого сколько эпизодов было, в зависимости от того, кто как сотрудничал, либо вообще не сотрудничал со следствием. То есть, ну, в данной связи, вот, кстати, в свете того, что мы говорили, изменения и дополнения в уголовный кодекс вышли. Ну, меня этот факт не может порадовать, потому что, ну, на самом деле мы должны понимать, что те, кто распространяет наркотики, независимо от того, там, марихуану он распространяет, или синтетические наркотики, либо, там, героин, это, в принципе, по большому счету убийца. Они убивают и калечат наших детей, наших родных, близких, вот, и метного наказания, наверное, как очень жесткого они не заслуживают. Вот, и хотелось бы, вот, там, тоже говорят, вот, там, почему, там, сажают, вот, то лицо, которое марихуану распространяет, ну, и что, что тут он марихуану распространяет, это же, там, не героин, это же, там, не амфетамин, то есть, ну, какие-то, там, тяжелые наркотики. Ну, тут можно просто понимать для себя, что человек, в принципе, свой нравственный выбор в жизни сделал. То есть, сегодня у него есть доступ к марихуане, и он распространяет марихуану. Завтра у него точно так же будет, там, героин или еще что-то, он точно так же будет все распространять. То есть, в принципе, он уже свой нравственный выбор, по большому счету, это выбор убийцы, он его уже сделал. И, в любом случае, вот, мое мнение, нужно таких людей, если будет установлена законным образом виновность такого лица, нужно их изолировать от общества. А какие наркотические средства чаще всего фигурируют, то есть, наиболее распространены? Ну, вы знаете, вот, у нас в Олексинском районе раньше в равной степени были распространены, была распространена и марихуана, вот, и героин. Вот, ну, последние годы в основном превалируют у нас марихуана. То есть, я, да, да, то есть, я не обладаю оперативной информацией, потому что, ну, наверное, оперативную обстановку в целом в городе, ну, наверное, будут спецслужбы знать, тот же наркоконтроль или полиция, вот, я могу судить только по тем делам, которые поступают к нам в суд на рассмотрение. Вот, ну, судя по этим делам, в основном у нас сейчас идет марихуана. А какие преступные действия совершаются, тоже даже по статистике, часть всего, вот, по действию наркотических средств? Есть такие данные у нас, именно которые рассматриваются в суде? Ну, вы знаете, таких данных особо, как бы, их не вычленяют, вот. Но, тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что хищение всевозможных видов, это и кражи, тайное хищение чужого имущества, и грабежи, открытое хищение чужого имущества, и там, и разбои, они в равной степени присущи лицам, которые имеют пристрастие к употреблению наркотических средств. И зачастую эти лица осуждаются, там, если посмотреть, значит, там, где есть судимость за наркотики, там обязательно, как правило, присутствует судимость за хищение, либо, как я уже говорил, либо кража, либо грабеж, либо разбой, то есть, у них нет предела в совершенстве в данном смысле. Вот, но еще необходимо отметить, что, вот, лица, которые наркоманы-то, у них же, в принципе, вот, это длительное потребление наркотических средств, оно сказывается и на психику, то есть, это, в принципе, люди неуравновешенные. Вот, как бы, практически мы можем говорить, что, вот, как мы говорим о здоровье, что курение, допустим, само по себе, это очень мощный фактор, который, в принципе, и говорит о том, что со здоровьем проблемы. То же самое, что мы можем говорить о том, что сам по себе факт, что он наркоман, это уже очень мощный фактор, который, скажем так, влияет на предрасположенность к совершению, либо в настоящем, либо в будущем преступлений. Вот, смотрите, мы говорили о мерах борьбы, да, и как вы относитесь к инициативе законодателя ввести обязательно тестирование школьников на предмет приема наркотических средств. Вот, как раз, к вопросу о том, к обществу и школе, то, что немаловажным фактором является воспитание. Я, вы знаете, я очень положительно к этому отношусь, и вопрос даже не в том, что, как вот я уже говорил, в том же Хабаровском крае, то есть, уже мы дошли до того, что у нас уже в школе есть, скажем так, профессиональные наркоманы. Вот, и я считаю, что это очень необходимо, по крайней мере, чтобы... Ведь когда можно помочь человеку со стопроцентной эффективностью? Можно ему помочь, во-первых, на ранних стадиях, во-вторых, когда, в принципе, известно, что он, как бы, ну, страдает вот этой ситуацией, вот, тогда человеку можно помочь. Опять же, вот мы говорили о роли семьи, вот, но, к сожалению, вот у нас реалии жизненные таковы, что у нас, ну, хорошие родители, по сути, вот, но они, они любят своих детей, вот, они ценят их, уважают, они делают все для того, чтобы дети ни в чем не нуждались, вот, все для того, чтобы, как бы, ну, достойно рос, там, вот, не хуже других, как говорится, вот. И в силу этого они вынуждены зачастую очень много времени уделять, гораздо больше времени уделять каким-то рабочим вопросам, обеспечению материального благополучия семьи, вот, и очень мало внимания уделяют детям, вот. Это, может быть, не их вина, это, скорее всего, их беда, вот, но, тем не менее, вот, я считаю, что вот такие вот тестирования, которые, если они будут проводиться постоянно, значит, они, в том числе, и уберегут очень многие семьи, вот, от негативных последствий того, что дети будут употреблять наркотики, потому что вовремя дать сигнал какой-то, ведь это тоже очень важно. Что ж, спасибо вам большое, Роман Иванович. А я напоминаю, что если у вас возникли вопросы, то можете их задать у нас на сайте news.ru в разделе «Судья разъясняет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова